всем привет продолжаем играть stormworks прошлая 24 серия получилась такая весьма с тестами с багами с приколами своими но с другой стороны она много чему научила и спасибо всем кто советовал писал помощь потому как с вашей помощью мы переделали кое-что смотрите во первых я обновил корабль вот что суда добавил рельсу я сделал побольше это позволяет вертолету при спавне немножко откатиться вперед но потом он возвращается назад и все нормально плюс добавил здесь вот такие вот сверху коннекты которые нам будут коннектить наш вертолетик и вертолетики тоже немного переделал также я сюда поставила систему радио потому что радио мы давно прокачали радио не было вот такой радио с воркшопа где-то подтянул потом посмотрим как она работает также поставил сюда карту вот сюда в командирскую эту самую каюту плюс полочки всякие тут сюда книжечки поставим что-нибудь такое красивое сделаем здесь есть карта такая она интерактивная точнее не интерактивная просто карта но единственный минус в этой карте не показывает наше расположение лодки поэтому это просто тут тупо карта как бы карта ради карты но в дальнейшем я в воркшопе поищу какие-нибудь карты либо вы покидаете в это самое если у вас есть нормальные карты которые показывают наше местоположение либо я посмотрю еще от мистер энджерси этого автопилот обновленный потому что у нас его автопилот но там насколько я помню он выпускал еще один автопилот который с картой и тогда мы просто сюда кинем эту самую сигнал на дисплей и дисплей будет именно сюда выходить то есть автопилот будет там а здесь будем просто видеть куда мы движемся но к примеру мы в кабину спать легли потом встали здесь видно что автопилот включены и видно куда мы едем вот это что касается лодки большая в лодку ничего не загружал это в четырнадцатый вариант у нас пошла такая лодка теперь давайте по поводу самолетовой вертолета какой самолет и что загрузим себя вот такой вот вертолетики его немного обновил и сейчас покажу как покажу как вот такой вот у нас вот теперь малыш как мы его назовем не знаю так сейчас куда-нибудь сюда поближе вот так наверно поставим не знаю насколько он тут так загрузим моему или вот так вот короче говоря загрузили смотрите тут какая особенность мы конечно же его за спавнем и он у нас вот в таком варианте теперь будет тусить и сохраним мы его в таком варианте на вот есть у нас вариант большой корабль 14 плюс вертолет вот сюда моего сохраняем здесь еще начал там в том делать но там с ним некие проблемы из-за того что там винты скажем так одинаково расположены немного сносит его влево да этот вертолет у нас не сносит влево потому что винты видите повернут туда-сюда переделал я вот этот винт сделал его на вот такой винт он работает от электромотора вот и плюс этого винта во первых он нас не сбреет как прошлой серии да то есть этот винт безопасный в отличие от того который крутит вот эти винты нас тоже не сбреют потому что они вверху сделают надо подпрыгнуть тут чтобы сбренье поэтому как бы здесь вот с этим винтом безопаснее потому что ли мы будем снизу залезать а здесь будет немножко крутить поэтому сделаю его вот вот так вот вот единственный минус он будет немножко нам расходовать батарейку насколько много мы посмотрим но вроде как это винт тоже неплохой и держит он нормально по поводу подключения если вдруг кто не и как тут все лагает но я надеюсь вы меня тут выдержите немножко то смотрите вот этот вот так это печи то сюда на крылышке пошла где то тут есть яв вот яв вот это до который шел на wind он идет просто на электромотор который подаётся на вот этот винт если мы его напрямую подключим к вот этому винту до он будет постоянно винтить вот и соответственно он будет нас носить там влево вправо напомним в лево сносит не помню или вправо ну короче говоря он куда-то будет сносить если его напрямую подключить поэтому здесь такая фишка не работает если его подключить к примеру через сцепление вроде бы казалось бы да мы тоже можем сцепление зеленым сигналом регулировать но у сцепления нету этого самого как его реверса а нам необходимо этому винту давать реверс потому что он либо поворачивает влево либо вправо то есть он регулирует соответственно ему реверс нужен а так как в электромоторах по умолчанию реверс поэтому мы как бы электромотором спокойно можем его управлять по поводу подключения вышел я из ситуации во первых я убрал лишние вот эти вот штуки с двумя спокойно справляется и подключаться будем вот такими маленькими коннекторами но это будем делать только когда мы пересохраняемся то есть если мы просто хотим лодку заспавнить нам ничего не надо делать она и так хорошо крепится и все хорошо но вот если мы захотим в походе сохранится то здесь нам нужно включить коннекты и приконнектиться вот этими штучками чтобы пи при перезагрузке у нас сразу за connection было я пробовал через этот самый как его через креатив все она работает потому что вот так она держится да давайте еще раз мы протестируем посмотрим как она действительно работает ли вот так вот здесь она все оба сейчас мы запрыгнем сюда чтобы нам вот эту штуку включить смотрите здесь у нас появилась вот такая кнопка которая включает вот этот коннект и теперь мы заходим вот сюда наш вертолетик здесь я подкрасил чутка там позанимался всякой херней короче говоря навигацию если включаем то мы коннектимся вот навигация нас connected вот и видите мы приконнектились вот лодку для этого включать не надо у нас по умолчанию идет все туда от батареи поэтому здесь у нас при connection давайте сохранимся и посмотрим как она вообще работает работает ломается не ломается на 24 час я перри захоронюсь на всякий случай если вдруг что-то пойдет не так 24 у нас как говорится серия была глючная давайте один раз загрузимся и посмотрим как у нас тут все работает я надеюсь что все хорошо это через такой знаете тест-драйв перед поездкой потому что вдруг там чуть пойдет не так придется опять дорабатывать заодно может быть кто-то тоже с такой проблем столкнулся а я тут как говорится домозговал немножко не без вашей помощи сейчас еще кое-что расскажу спасибо кто написал в комментариях так вот видите здесь немножко у нас что-то дверь пока наебила но самое что интересно мы перезагрузились и у нас наша лодка вполне себе застыковано вот по поводу кое-какого блока его можно показать только в этом самом поэтому давайте загружусь я вот в эту штуку смотрите вот здесь вот поставил вот такой блок я не знаю как он называется точнее знаю как он называется как-то актив что-то там актив по моему вот этот вот keep актив блок вот здесь что там написано бла-бла-бла-бла-бла range что-то там как мне написали в комментариях что этот блок позволяет отдельным как говорится крафтом да если они в один крафт совмещены ну в нашем случае здесь по любому как два этого крафта но под одним то если вот этот блок не поставить тот вертолетик по идее вроде как больше чем на два километра улететь не сможет и чтобы он мог улететь надо ставить этот блок поэтому спасибо тому кто написал ну что к примеру я эту информацию вообще нигде не видео не слышал здесь приходится все узнавать вот поэтому как то так как то так вот такой вертолетик чутка я его подкрасил здесь красным здесь вот бежевым в нашей как говорится гамме вот здесь поставил вот этот вот костюм здесь у нас все вернулось так вот все подкрасил вот я не помню вот эти кнопки я показывал не показывал люди все показывал еще в прошлой серии а вот эта штучка и только не подкрасил дай подкрасим хочу это я тут такой косяк сделал вот эту штучку подкрасить ой а чуть сразу до краситься а я видимо здесь красивый там тоже подкрасилась понятно здесь либо черным либо никаким да ну такое себе хорошо вот вот такой вот у нас получается вертолет в принципе все теперь нормально у нас вот спокойно можно играть так это я этот самый в толк делал в толк обязательно сделаем ребят просили я сам очень заинтригован очень хочется тоже такой самолета вертолет вот сегодня мы наверное опять тест-драйв сделаем вот такого варианта лодки покатаемся вот и полетаем обязательно вертолетики посмотрим что да как да так я тут сохранил да все воды погнали чтобы уж точно убедиться что у нас все хорошо с ним а и кстати видите ошибки то не выскакивает по поводу ошибки ошибка выскакивала потому что у нас много пивотов когда в игре в одном крафте много пивотов а у нас как вы помните вот здесь вертолете вот этот пивот стоит роботик соответственно лодку нашу нагрузила и получилось что как бы перенасыщенность вот этих пивотов мы очень много ставили для поднятия ватерлинии вот просто кто может не знал что ватерлинию поднимаются пивотами и соответственно когда их очень много получается вот эти ошибки вот мне пришлось всего лишь два пивота убрать спереди и ошибка пропала два штуки я убрал спереди и у нас ошибки никакой больше не выскакивает все у нас хорошо так давайте придумаем куда нам отправляться у нас до сих пор мы откатились на двадцать третью серию по выживанию ой слушайте у нас 20 баксов всего лишь она у нас дорогие лодки достали лодка дороже стала к этот вертолетик дороже что она не суть кстати кто-то где-то летим ну ладно летит и летит ничего можно опять отправиться сюда нам это мы уже делали да погнали теперь наверное вот в эти вот вот сюда так как сюда не понял вот такая вот у нас радио есть можно каналы переключать не понял а ты не хочешь меня встать нормально 0 все с тобой не так кран 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 вернись на место вроде нормально что-то он глюканул ну да ладно эта игра прикола выдает я уже понял это я уже понял так так там куда надо вправо да там куда надо вправо да хорош так ну все погнали опять кран уехал ну что такое кран вернись на место а то я тебе выпилю будешь не нужный неэффективный я тебя выпилю следующей серии прям возьму и выпилю ну а сразу вернулся на место да смотри как испугался так все направляемся так все направляемся вот и плюс он не может нас скосить ни с одной ни с другой стороны при этом он в две стороны туда-сюда он такой дыр дыр 4 да и смотрится он по современе что ли он правда на маленьком нашем такой смотрится не за как стрекоза какая-то ну нормально нормально сам по себе начал винтится кстати можно в принципе так а чё у нас открылась не понял а мы же перезагрузили точно уже перезагрузили все вот теперь теперь я спокоен состыкованно вот это надо просто не забывать что в походе надо стыковаться над какой-нибудь сеть чек-лист сделать вот чтобы помнить что надо сделать вот теперь у нас этот самый точно никуда не улетит он правда не теперь тут огоньки такие дает но с одной стороны он навигация пусть будет ну вот и это можно в принципе ему дать даже электрику прям сразу же через эти через коннекторы то есть у нас будет вертолетик постоянно подзаряжаться через коннекторы можно это в принципе сделать вот и тем самым у нас вот это вот вертолетные батарея не разрядится потому что коннекторы будут его питать и соответственно он пока жив кораблик вертолетик не разрядится соответственно все у него будет ну коннекты будет держать по крайней мере я пока на лодке есть батарейка то и в вертолете есть батарейка как то так пусть сейчас получается вертолет разряжается так что у нас тут вообще происходит мы в принципе все правильно едем немножко потише ехать там вроде как кракен рядом ну по крайней мере люди писали но я не знаю насколько мы его встретим так что у нас по батарее 98 да чутка разряжается топливо катается ну так то нормально все единственное интересно почему нас дверь вот это открывается как будто он туда-сюда бьется но так тоже нет так ну ладно мы давно тут не катались по крайней мере мы теперь с вертолетом уже хорошо и он состыкован я рад я рад что он по крайней мере теперь не колбасится сейчас только нахвалил блин опять что-нибудь будет ладно сейчас посмотрим сейчас посмотрим но я надеюсь нет кстати на вот этот вот подводный подводный короче говоря корабль госпиталь реально высаживаться только вертолетом поэтому тут как бы без вариантов чем опасно кракен то что он может схватить своими щупальцами и сломать нам корабль потому что он вроде как щупальцами то хватает то есть он нападающий я не знаю как этот самый мегалодон мегалодон может быть на подводный лодки только нападает но вот кракен вроде как щупальцами по крайней мере то что показывали ребята в креативе то он реально нападает и не знаю насколько часто ну мне не хотелось бы как бы вообще вообще не хотелось хотя у нас вроде как теперь прибавилось и всякие чинилки фигилки но все равно можно затонуть хотя опять же у нас тут система тушения проверено в прошлой серии кстати вот почему я не стал рельсу выпиливать да я бы мог выпилить рельсы и просто стыковать вот этими коннекторами коннекторы вот эти вот два они могут приподнять вертолет вперед и он тоже будет косоебиной рельсы они все-таки приближают поверхности и плюс они дают возможность кататься и легко стыковать его по направлению коннектором то есть если вы его на рельсы посадили плюс минус там как-то криво но если законнектить на рельсу она выпрямляет поэтому в этом плане есть плюс таком мы приближаемся давайте мы где-нибудь тут поблизости сейчас остановимся посмотрим вообще что происходит у нас вот здесь до вулкан возле вулканов особо находиться то я бы не стал наверное это как-то опасно давай наверно ближе вот сюда в какие-нибудь пещеры вот вы что вулкан чё нам вулкан час пахнет будет цунами смотри там сколько вулканов раз два три 4 5 штук что ли раз два три и я вижу три может быть еще здесь есть кстати там дальше потому что вроде как виднеются да смотри раз два три ой там реально много реально много вулканов но здесь отмечены какие-то эти вот здесь кстати лодку нужно транспортировать но транспортировать это ее далеко прямо аж вот сюда не я это и это делать не буду отсюда тоже далеко вот здесь вообще далеко здесь не знаю километров 40 наверно пиликать поэтому нет мы куда-нибудь лучше вот вот сюда в острова посмотрим там ящики какие какие-нибудь что-нибудь такое к тому же мы тут ни разу не были я думаю будет интересно и вот 22 уже дымятся вот какая-то это вот как раз этот госпиталь на кстати как вариант слетать вертолетиком до корабля госпиталя и попробовать застыковаться на него вот это будет интересный челлендж а кстати реально он да да это он плавучий госпиталь ну это было бы реально прикольно так что у нас тут вообще происходит здесь вроде бы нет вулканов до соответственно здесь можно спокойно на этих вот островах но здесь правда мелко вот здесь здесь надо аккуратно я не знаю сколько здесь глубина я так и не поставил глубина метр чтобы знать сколько у нас тут глубина так я конечно опять опять сохранюсь вот ну потому что так это какая 25 у нас тыча 25 01 поехали погнали полный вперед полный вперед возле вулкана когда он из извергается правильно да я сказал извергается короче говоря у там какая-то вот это вот пепел то опасно короче находиться то есть вертолет там сломается самолет тоже так смотрите здесь у нас получается сколько раз два три четыре им короче много всяких мы тебе этих самых погнали сейчас вот этот первый посмотрим чего у нас тут я правда боюсь что здесь мелко и мы черканем вот если черканьем то все кирдык будет так а здесь кстати можно прогуляться и диск какая здесь пещера здесь пещера а потом ты ныряешь все я понял здесь пещеры не но в принципе можно и нырнуть так-то если насчет здесь все это реально мелко кстати надеюсь здесь не слушай вообще реальными мелкой акулы акула кстати нет нику один раз я короче встретился с акулой сожрала на меня за одну тычку просто кирдыка нету то есть я думал что он там на на раза два меня кусанет нет ребят на на одну тычку просто раз и все вы мне писали кстати почему я это самое парюсь там а это у нас этот вот этот пуховик короче был надет реально пуховик можно скинуть вот сюда куда нибудь вот как работает карта смотрите вот так вот включаем так вот отдаляем и вот мы вот здесь где-то тут где-то тут не знаю что тут как ну короче как то вот тут вот так от карта работает принципе так-то ориентир неплох но нету точки где мы поэтому такой кстати запоминает газу я посмотрю в стиме там полно карт в принципе посмотрим так нам надо посмотреть сколько у нас осталось до этого самого три часа это значит сейчас на два часа скипнем да принципе нормально сейчас быстренько скипнем мы себе ночку что ночью плавать как-то на такую себе так как это новая миссия нам все равно так мы проснулись вроде бы по погоде все то же самое я погодники кстати никакие не ставил что у нас тут два три часа осталось ровно три часа осталось ровно ну чё будем мы это самое нырять так что у нас по заряду кстати наверно в следующий раз в порту сделаю 96 в принципе не сильно разряжается вполне себе жить можно ну чё будем высаживаться на берег можно в принципе на вертолетике берега это самое за заценить только единственно у нас близко очень стоит корабль до его может снести давай наверно так и сделаем сейчас будет миссия все-таки надо что-то с вертолетом делать поэтому будем вертолетить хотя опять же больше будет волна получается нас опять снесет это чудакой а это неудачная склейка крафта на что за дырка такая полоска что за труба провод или эта текстура просто не склеилась ходу текстура просто не склеилась вообще там какая-то пещера дырка судя по поэтому пещера дырка так пойдем сейчас быстренько посмотрим на предмет блин тут кстати реально мелко на предмет кирпича и кубиков да он там есть спуск а здесь лового смотри вот здесь вот здесь можно черкануть нехило видишь вот слева слева вот эта штука ох ей черкануть можно здесь очень опасный вон он даже виднеется это три риф или как она там в прав прав в профессиональном сленге называется короче здесь лодкой опасно ходить можем на мель сесть на текстуру короче не проклеилась у них тут так мы будем надеяться нас никуда не выкинет ни на какую мель здесь оставим лодку все лодка в полном порядке это главное ее закрыть все чтобы ничего тут не затопило а сами отправимся сейчас на вертолете куда глаза глядят как говорится так все сохраняемся и погнали нам надо сейчас про на предмет этого самого только знаете через собой возьму если мы будем нырять нам нужны какие-нибудь стики фигики вот наверное вот такие вот только единственное я не в курсе этих самых как его акул что по акулам как говорится все мы садимся сюда здесь у нас вот так мы отцепляемся первым делом точнее сначала мы включаем эту на единичку подаем стартер от коннектируем ся дальше мы от коннектируем ся вот так и взлетаем жопой сдаем есть немножко повыше поднимемся так альт-холд что у нас тут рпс и есть температура есть фул батарея все нормально все мы полетели по поводу поворотов смотрите вот этот винт влево право все работает насколько сажает правда батарею хрен его знает погнали посмотрим сейчас верхушку посмотрим если тут какие-то кубики и рубики единственное главное вниз не упасть потому что ну потому что сюда повыше здесь альт-холд если же конечно сносит нормально так наверное вроде у нас стабилен я его проверял на этом самом на креативе зато теперь с вертолета можно спокойно любой остров облететь и посмотреть вообще кубики есть кубики квадратики рубики все хорошо прослеживается вот так кстати надо искать эти кирпичики то ваши ящики чужие никак не запомнил ящики так вот смотрите вот здесь нет ни фига так пойдем дальше смотреть нам интересно раз повернемся только не так быстро а вот это кстати получается остров таби без пещеры с посмотрим что у нас тут кстати как чё по скорости да кто-то спросит скорость скорость у нас 100 где-то 118 120 принципе неплохая скорость для вертолетика для такого маленького на одном движке говеном самом первом нубском движке то есть это у нас самый обычный движок нему не модульный не кастомный просто обычный движок так чё на самое главное по батарее 94 фун есть температура 73 немного падая в принципе превысила на которую такой себе 70 это многовато конечно но так-то в целом мы нормальные вообще у меня больше 68 она не грелась и не знаю может быть еще зависит от самой температуры где мы это самое но медленно медленно конечно нагревается так вот вот здесь вот опасно вообще плавать нельзя смотри здесь очень мелко делать это вот штука пойдем вот сюда сейчас гоняем посмотрим что у нас тут есть у нас там ящики но мы за температуру сидит знаете надо еще еще сделать вот реально короче надо еще один одну лампочку сделать на превышение температуры потому что в модульном мы делали защиту по температуре здесь мы нет не только единственное как нам ее балансить выключать то мы не можем сбавлять только если рпс и она чтобы не упасть потом вот здесь получается есть пещера оптичка здравствуй смотрим кубики и кубиков нету можно конечно попробовать загонять в эту самую надо чтобы цунами не слила не слила наш вертолет куда-нибудь а то потом будет миссия невыполнима спасать вертолет здесь в принципе мелко здесь если сольет единственно что если она собьет ее куда-нибудь вот туда то мы конечно его не достанем это только другим вертолетом доставать ничего попробую сплавать приземляться как вы видите вертолет спокойно летает стабилен все хорошо у него у нас есть здесь скафандр поэтому но этот костюма клонк а знаете чё давай наверное в эту вертолет вот здесь сверху припаркуем просто если он его смоет то он его смоет по крайней мере ну или ландова здесь ладно это я уж так на к на крайняк кстати я не помню я стал в этом кресле пилота с этими по ходу нет там есть этот как его так чё нас по топливо нормально батарея нормально это у нас кстати из-за того что реле мы если встаем у нас так и так винт заглыхает потому что у нас этот клатч на на общую схему соответственно у нас когда мы встаем у нас там все потом отключается потихонечку так про чай говорил так возьмем вот это что еще взять на им вроде как ничего на если сожрет акулу то сожрет поэтому как бы как говорится вперед из песни так но я естественно сохранюсь как как вы знаете да теперь это точно можно потому что вертолет отдельно сейчас далеко не будем просто посмотрим что у нас тут вообще ой это чё это было сейчас в воду очень глубоко занырнул что ли так я надеюсь их тут сразу же не будет блин а я теперь это на пол хп надо было с собой этот взять блин а как тут темно вообще как будто в жопе нигра я надеюсь тут акул не будет у меня конечно есть откат но не хотелось бы так 4 ты можешь все-таки в карьере играем нам достаточно одного ящика в принципе не знаю зачем я был просто так если акулу увидим то все нам кирдык что она сразу сразу нас сожрет это я уже протестировал вот единственное что я знаю что здесь несколько этих ну то есть она глубокая здесь несколько этих разветвлений поэтому здесь за камбала такая над никого начаться неплохо как-то опа а вот это вот акула я четко хочу туда плыть ребят четко . акул сожрет сразу я отвечу ой там нет это обычная рыбка блин в этом конечно есть челендж ой извините рыбы конечно колбашины какие-то и на может конечно про мониторить она туда я туда так вот здесь ничего нет так а чем нас это такой тусклый тусклый смотри тут у короче налево есть давай налево я короче налево пошел ребят я надеюсь меня сейчас хрум не будет такого за за спиной хрум ой но подсветить надо было что-то я потерялся где я не вижу это я оттуда пришла на а подожди так тут тупик тут тупик я думаю здесь здесь что то есть а тут ничего нету тут короче тут они тупик и тупик не а куда ты ведет вон дырка походу наверх к очень сложная схема пещер какая-то узкая дырка я плыву в очень узкую дырку надеюсь навстречу мне мегалодон не попадется если был бы в креативе я конечно отключил эти акулы или хотя бы отключил там не знаю урон от акул чтоб чисто поисследовать ну блин тогда нет смысла вот эту выживалку играем это кто блин не пугай меня треска а я желтая что она ее жрет что ли смотри рыба за рыбой он еще какая-то он еще какая-то они все друг друга живут они друг друга живут вот этот желтый суши чем у них такой что происходит еще акула пришла не а ну нахер что у них татусов какая-то рыбная и не знаю кого они там на кого они напали может на меня может не на меня я короче отсюда сваливаю все пишите дизлайки ставьте отписывайтесь но я пойду домой я как бы это самое тут очень опасно нам надо сейчас эти открыть какие-нибудь гарпун и хотя бы сейчас пой кто и такой слева был обосрался если еще и они через текстуру блин будут видеть надо открыть эти самые сейчас пушки чтобы сделать все какие-нибудь гарпун и и хотя бы чтобы какая какой-то защита пару против рыбок то было иначе прям совсем я потому что и проплыл но там очень близко с акулой они прям видят они когда очень близко они сразу раз нападают а там без вариантов эти я я сначала да нет она ко мне плывет я думаю сначала что там это ну хотя бы на пару раз вкуснёт она нет она за просто за одну тычку чик и все и ты уже в вейпоинт так я надеюсь я правильно был давай быстрее ой 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 что происходит ой че такое квадратное я правильно плыву и чуть заблудился походу не знаю куда плыву я походу в глубь плыву там акулы слева справа фух блин хоррор хоррор какой-то рыбы какие-то чумные лан пока скафандр есть у нас счет 75 процентов где-то примерно плывем короче хотел на выход ту куда-то вглубь не знаю давай 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 быстрее 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 и быстрее всеми ногами греби опасно опасно по стеночке плыву по стеночке что-то я походу в самую жуани его вроде мы это какая-то желтая акула не знаю стрёмно стрёмно ребята отвечаю не если с каким-нибудь гарпуном хотя бы там то нормально все дизлайк отписка страйк секунд отвечаю все побежал поджав хвост сматывается даже ящик не нашел так ладно мы главное это фух немножечко про по разведывали там налево короче никуда а направо есть куда так ну чё стартуем у нас сейчас миссия невыполнима сесть на лодку еще здесь на лодку и состыковаться так как я наша лодка вот вижу вам еще не разбиться то страйк все тут тут лет или ток леток есть такой видок а если ток так давай ладно еще бета и самая альт-холд хотя бы сначала для начала главу мой корабль так мы так еще не сажались но вроде бы у нас этих особо волн нету ну хотя как нет все равно четко лбасе там куда-то вы думаете это просто это нифига не просто у нас отдыха одна попытка вот потому что вторая попытка будет 2 попытки не будет нас куда-то сносит корабль немножко это его еще не колбасит прикинь если бы его еще влево вправо а вова 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 что такое у нас волна что ли куда мой корабль понесло а у нас цунами на сценарий блин ну как обычно я выбрал момент когда когда посадку делать с цунами на сценарий вроде прошло до вова прошла цена огонь еще блин страйкс молодец конечно на серии огонь выбрал когда посадку делать сейчас бы я бы посадил бы так посадил бы что круто посадил но видите нормальный цунами как бы прошло ему вроде как бы это никуда они не врезались по кораблю по крайней мере да что то я хочу сказать это нифига не просто и это еще волн нету а если прикинь волны я не вижу правда куда давай так может быть нам бы приблизительно во а теперь попробуем сделать connect давай плюс минус точнее вот так но все вещь мы встали мы за конектились теперь нам надо навигацию включить чтобы при конекте цена фуф это мы уберем так вот здесь минус и небольшой есть то что мы в на тормозах мы сейчас его не толкнем да никак вообще это конечно плохо нам бы его катнуть куда-нибудь давай 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 кати 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 doppio почти катину вроде катен кати кати-кати кати кати-кати кати по чуть чуть его можно катнуть насколько я помню в иногда он глючит и катается в сейчас он в литой стал на тормоза но видишь у нас коннект далеко ватта далековато коннект нам бы его немножечко поближе но в целом мы справились все, хорош встань встал а теперь попробуем опа ну что я могу сказать рабочая схема приконнектились слетали сели не просто, но справились единственное, что ничем мы в пещере не нашли точнее я особо туда и не заплыву никуда потому что я заочковал ну потому что, блин, реально стрёмно акулы акулы, ребята, это вам не хухры-мухры просто кто не это, я не знаю, у вас, наверное кто не боится акул он просто с ними явно не встречался в этой игре там буквально хрум на один раз один раз и всё и нас нету и кирдык и привет и плыви потом оттуда откуда-нибудь ближайший порт у нас знаешь где? мы вот здесь появимся без лодки, без всего с 19 тысячами баксом появимся и что, вплавь сюда добираться потом? как бы не вариант поэтому давайте пока что здесь потусуемся сейчас ночь мы здесь сейчас заскипанём получается, да? здесь можно сохраниться ночь сейчас быстренько скипнем заодно у нас прокачается там ещё, может, пушки вот, нам надо пушки открыть тогда у нас будет будет хотя бы хоть какая-то защита от акул не знаю, гарпун какой-нибудь там вроде даже на мегалодона вроде как можно охотиться будет с этими гарпунами но я думаю, обычную-то акулу он бахнет, это точно так, что у нас по прокачке два часа осталось но это уже приемлемо, в принципе два часа, это два дня скипнуть, да, и всё хп-шку мы восстановили хотя, по идее, когда мы восстанавливаем хп-шку она вроде как должна вылечиться пойдём в медпункт зайдём, посмотрим, что может быть полежать на коечке, надо вот, всё, вот теперь точно восстановили вот медпункт так я и ничего здесь не сделал короче говоря, никакие эти каюты пока что никак не сделал здесь у нас всё хорошо кстати, вот эту систему-то надо включать чтобы автоматика у нас тут работала что у нас тут по движку всё хорошо, ничего не греется что у нас тут всё хорошо в прошлой серии мы тут сжигали наш этот самый двигатель и чинили кстати, я показывал не показывал смотрите, вот эта вот дырка окошко точнее это у нас стабилизатор там катается сейчас, наверное, не видно ну, не, немного видно, да вправо-влево он там ходит и ещё катается вот так балка она поактивнее катается но сейчас, по-моему, не катается сейчас у нас особо волн нету она куда-то в одну сторону укатилась, видимо кстати, а если я радио возьму я что-то могу юзать со своей радио со своим этим самым ну-ка пойдем посмотрим я радио поставил но я пока что не разбирался как им пользоваться вот у нас тут есть что-то частота 1 ну-ка я сейчас тут частоту тоже сделаю говорите, ну вот частота 1 о, смотри, сигнал приходит видишь, я что-то туда посылаю вот вариант другой я могу что-то это самое передачу какую-то дать вот это вопрос, конечно это каналы переключать и выключить 8 каналов пишите в комментариях что по радио что-что там надо тыкать что оно вообще точнее для чего оно я знаю, что через радиостанцию переключают эти как его стрелки железнодорожные это я уже научился там там, по-моему, частоту надо на самом этом ставить а здесь здесь у нас что вообще 1, 2, 3 до каких пор можно мотать до 10, да? а нет, больше можно по идее это и есть частота а вот так вот если зажать то он не переключает да, только вручную ну такое просто если это в креативе, к примеру как-то можно общаться по радио именно передавать что-то то это одно так, а что плюсики-минусики ничего не дают, да? а нет, это этот как его яркость дисплея ну неплохо спикер-микрофон все, ребят мы протестировали вертолет мы немного тут полетали поплавали пещеру на 10% исследовали может на 1% не знаю, насколько они большие но что-то там очень много акул там, получается, впереди две штуки было на обратном пути две штуки было еще одна была прям по прямой когда мы плывем вот, и что-то как говорится неохота туда умирать вот, и сели вертолетом почти в цунами я, наверное, тут еще поскипываю эту самую а, давайте так я сейчас поскипываю ночь выучатся виопоны вернусь, поставлю здесь эти всякие гарпуны и, может быть, вернемся заодно потом тогда уже сплаваем с гарпунами всякими разными ну, хотя бы отбиваться если что, сможем либо убьем акулу потом дальше проплыем ну, что-нибудь такое там, посмотрим вот, поэтому кто хочет следующую серию приходите на 26-ю получается, да а я буду не за кадром тут у нас изучать вот, и вертолетка как вы видите работает давайте еще раз протестируем все ли у нас хорошо сохраняется вот мы сейчас вот так серию заканчиваем мы у нас состыковались да, все хорошо допустим, да еще раз проверка как мы сделали все ли у нас работает для убеждения самого себе что все у нас можно так дальше играть потому что я помню какой-то был крафт там тоже был вертолетик и его загоняли прямо в эту самую ну все ой ой а вот это было опасно ай, лодка заводится вот так заводится стартер сработал тихо-тихо стартер стартер не надо выключись стартер не надо работать ну все, работает короче вертолет никуда не увидите мы исправили ошибку вот вертолет больше никуда не уезжает спокойно стыкуется не глючит вот и плюс у нас теперь вот этот винт безопасный мы по крайней мере можем здесь стоять у нас он это самое пропеллер бушку не оторвет только если вот этот вот он немножко кстати как-то колбасит странно но в целом нормально все равно как-то странно себя видит что с ним происходит непонятно то ли он баланс ищет а может быть потому что этот я единичку кинул на на гироскоп он постоянно хочет загироскопить его что ли скорее всего скорее всего из-за гироскопа надо все-таки гироскоп включать выключать а не а я его кинул на единичку да угу вот поэтому он его и канаебит все я понял ну видите каждый раз что-то новое ищем каждый раз апгрейдим поэтому тут за один раз как бы совсем не разобраться поэтому тут в любом случае надо играть все ребят увидимся в следующей серии пиши комментируй ставь лайки и приходи на 26 будем продолжать ну и пиши в комментариях свои советы будем внедрять ваши всякие наработки потому что вы реально помогаете кто это самое по делу говорит да и без дела тоже нормально все ребят увидимся пока 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 Продолжение следует...